Смотрите сегодня выпуски. Магазин генически обстрелян из гранатомета. Происшествие как теракт не квалифицирует. Дело о постановлении Нацбанка, приравнявшего крымчан к нерезидентам, повторно в первой инстанции, будет рассматриваться только с 1 июня. Отказ в условно-досрочном освобождении политузника Александра Костенко будет обжалован. Полуостров страха. Вторая книга хроники оккупации и нарушений прав человека в Крыму презентована в столице Украины. Взрыв на Херсонщине. 21 апреля около 20.40 в дежурную часть генического отдела полиции поступило сообщение о взрыве в магазине одежды, расположенном возле местного рынка. Пострадавших нет. Взрывотехники нашли на месте происшествие чеку с кольцом и части реактивной противотанковой гранаты. Взрыв произошел на втором этаже магазина, там, где осуществлялась торговля непродуктовой группой товаров. Внесено в единый реестр по части второй статьи 194, за которое предусмотрена ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы. Мэр генический Александр Тулупов отмечает, что недалеко от магазина установлены камеры видеонаблюдения. И есть надежда, что они помогут полиции. Это уже второй взрыв на Херсонщине за последние две недели. Напомним, 14 апреля в поселке Новоалексеевка взорвались «Жигули», припаркованные в людном месте. Погиб велосипедист, проезжавший мимо авто. Четыре человека были ранены. Этот взрыв был квалифицирован как теракт. Нынешний обстрел магазина из гранатомета полиция пока так не квалифицирует. Если будут установлены обстоятельства, имеющие признаки теракта, тогда статья, по которой идет расследование, будет изменена. Повторное рассмотрение иска об отмене скандального постановления Нацбанка Украины, приравнявшего крымчан к нерезидентам, назначено на 1 июня. Истец, юрист регионального центра по правам человека Сергей Заяц уверен, позиция Нацбанка и затягивание судебного рассмотрения нерациональны и полностью безосновательны. Высший админсуд постановил вернуть дело в первую инстанцию еще в декабре прошлого года. Фактически крымчан почти полгода лишают возможности получить хоть какое-то судебное решение. Исков подобных этому было несколько. В одном из случаев отказа в удовлетворении истец уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека, говорит юрист. Он с сожалением констатирует, что без привлечения международных правозащитных структур проблема не решится. Используя все механизмы и на национальном уровне, и на международном уровне, я думаю, что мы рано или поздно так или иначе добьемся результата. У нас есть все основания для того, чтобы просить Европейский суд рассмотреть это дело в приоритетном порядке. Это скорее наши планы. Прогнозировать, как будет развиваться ситуация, я, к сожалению, не могу. И мы видим, что полтора года, а в основном не там. Юрист считает, что дискриминационное постановление НБУ номер 699 и попытки всячески его отстоять – это типичное, бессмысленное и беспощадное чиновничье решение, за которым не стоит никаких обоснованных причин. Если ситуация с Крымом действительно угрожает финансовой безопасности, следовало бы разработать механизмы реальной защиты интересов Украины, а не заниматься наказанием всех подряд, утверждает Заяц. Все, что говорит Национальный банк – это мы исполняли закон. Исполнение закона не может быть такой целью. Национальный банк ссылается на закон о свободной экономической зоне Крым. Однако Верховный суд Украины уже сказал, что постановление Национального банка никаким образом не основано на этом законе. Нет никакой связи. Это обычная реакция чиновника, который взять, всем запретить, отрубить и забыть. При этом многие коммерческие банки, например, Приватбанк, воспользовались ситуацией в своих корыстных целях, считая Сергей Заяц. Приватбанк, в отличие от многих других банков, не считает необходимым рассчитываться со своими вкладчиками. В данном случае ситуация в Крыму не освобождает банк от обязанности вернуть те деньги, которые ему передали вкладчики. Речь идет о сугубо коммерческом расчете, не отдавать деньги как можно дольше, пользоваться ими и извлекать из этого. Юрист подчеркивает, что чиновников совершенно не волнуют проблемы, которые породило их решение. На протяжении трех месяцев, когда действие постановления было приостановлено по решению суда, не было сделано ничего, чтобы позволить гражданам возобновить свои права. Посольство Украины в России направило ноту протеста Министерству иностранных дел РФ в связи с отказом в условно-досрочном освобождении украинского гражданина Александра Костенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Сотников. Напомним, Александру Костенко отказали в условно-досрочном освобождении из-за того, что в колонии его дважды помещали в штрафной изолятор. Причины, названные руководством колонии, то, что политузник не поздоровался с сотрудниками колонии. По мнению адвоката Костенко Дмитрия Сотникова, это не может служить причиной отказа в условно-досрочном освобождении. трактует постановление Пленума Верховного Суда РФ, которое регулирует практику такого освобождения. Адвокат сообщил, что планирует обжаловать это решение. Ходатайство Абудо можно подавать каждые 6 месяцев. Кроме того, защита будет настаивать на замене наказания на более мягкое. Напомним, евромайдановцы Александра Костенко в аннексированном Крыму осудили на 4 года и 2 месяца лишения свободы. После апелляционного обжалования приговора с урок сократили до 3 лет и 6 месяцев заключения. Костенко обвинили в том, что во время Майдана в Киеве он якобы бросил камень в Беркутовца. К этому добавили и обвинение в хранении части оружия, которое будто бы нашли у него дома при обыске. Полуостров страха, хроника оккупации и нарушений прав человека в Крыму. Вторую книгу о происходящем на полуострове презентовала группа украинских правозащитников. Крым находится сейчас на новом витке политических репрессий, утверждает правозащитница Александра Матвейчук. В первую очередь они касаются крымских татар, само существование которых оккупационная власть рассматривает как угрозу. «Самопроголошена прокурора Криму призупинила діяльность Меджлісу. Мы получили информацию о внесении его до списка экстремистских организаций. И это тяга за собой целый ряд наслідков. Первое, будь-хто, кто співпрацює с Меджлісом, може бути ув'язнений на 4 роки. І єдиним доказом у справі буде слухувати тільки зв'язок з екстремистською організацією Меджлісом кримсько-татарського народу». Правозащитница уверена, это даёт повод автоматически посадить за решётку любого человека. Под запрет может попасть і кримсько-татарський національний флаг. По мнению Матвейчук, в Крим возвращаются репрессії советского образца, а вместе с ними і феномен диссидентства. Українські правозащитники, сотрудничаючи з російськими, приходять к виводу. На полуострові полностью отсутствуют эффективні механизмы для защиты прав і свобод, як було во времена СССР. В Криму оккупационна влада як катком зачищає все живе, що дихає. Тобто не просто людей з проукраїнських поглядів, а взагалі всіх, хто має будь-яку альтернативну точку зору. Єдине, що залишається нам, як українським правозащим організаціям, це звертатися до міжнародних організацій і закликом посилити санкції по Криму. Юрист Сергій Зайц убеждён, що правові дипломатичні механизмы давлення на російську власть вполне способні оказати нужний эффект, якщо совершати їх методично і уверено. Цивілізований мир к цьому, наконец-то, готов, подчеркнув він. Існують усталені міжнародні стандарти, які дозволяють досить однозначно кваліфікувати те, що відбувалося в Криму, саме як окупацію, як анексію, як порушення міжнародного права. Світ нарешті збагнув, що відбувалося, і, зокрема, Європарламентом це все було кваліфіковано як окупація, і Європарламент звернувся з заклипом вивезти російські війська, зокрема, з Криму. По мнению юриста, любі попутки поспорити о Кримі з точки зрення, отличающеся від російської, господарство-оккупант с раздраженням отвергає, поскольку осознає, що неправо, і не має совершенно ніяких аргументів в свою пользу. Немає спроби навіть якось аргументувати те, що відбувалося. У нас є посилання на якийсь там референдум, але ніхто не бачив навіть якихось документів, які стосуються того референдуму, де нібито відбувалося голосування переважної більшості кримчан. Російське суспільство не здатне зараз обговорювати ці питання. Це говорить про те, що воно дуже і дуже хворе. Правозащитники не теряют надежды, що рано чи поздно Крим освободиться від російської оккупції. І добавляють, ми веримо, що коли-нібудь напишем книгу о восстановлении прав человека в Криму.